Египет остается одним из самых популярных направлений для отдыха. Но вот куда и когда лучше поехать в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, знают не все. Сегодня рассмотрим плюсы и минусы этих курортов. Оба курорта расположены на Красном море и по отзывам отдыхающих подходят для отдыха в любое время года. Всегда солнечно, море теплое, а дождей мало. В чем разница между Шарм-эль-Шейхом и Хургадой? Шарм-эль-Шейх стоит выбрать любителям тусовок, движения, ночной жизни, городского ритма. В каком бы отеле вы не остановились, окажетесь в самом центре событий. Днем вас ждут палящие солнце и пляжный отдых, размеренные времяпровождения, а с наступлением темноты все оживает. Улицы загораются тысячи огней, со всех сторон играет музыка и так до утра. Здесь находится известный во всем мире ночной клуб Паша Шарм-эль-Шейх. В его стенах каждый день играет живая музыка, самые именитые диджеи, в том числе частенько Давид Гуэта и Армен Ван Барен. Но будьте готовы к тому, что если вы остановились в самом центре, то и в номере отеля будете слышать музыку почти до рассвета. А Хургада подходит больше для семейного отдыха. У каждого отеля, как правило, огромная территория. За их пределами развлечений мало, только несколько ресторанов, магазинов и небольшой рынок. Поэтому все продумано так, чтобы вы получили максимум, не выходя за ворота. В каждой гостинице несколько бассейнов, кафе, закусочных и ресторанов. Если у вас все включено, можно целый день только и делать, что переходить из одного места в другое, пробовать бесчисленные блюда и напитки. Могут быть также водные горки и аттракционы. Обязательно организована анимация для детей и взрослых в течение дня и по вечерам. Занятия спортом, игры, представления, дискотеки. Шар-Мель-Шейх окружен горами, так что зимой здесь есть бухты без ветра, где будет теплее Хургады. Море примерно 23-24 градуса. Ну а летом преимущества появляются у Хургады. Благодаря ветру с моря жара около 40 градусов воспринимается намного легче. В какой бухте лучше выбрать отель в Шар-Мель-Шейхе? В безветренных заливах туристы вовсе купаются, а вот на пляжах в других бухтах царят холодные ветрища и хочется укутаться шарфом. Поэтому выбирайте отели в Наамабе, Хадабе, Шар-Мель-Мая и Расумель-Сид. Плюсы и минусы Хургады. Плюсы. Пляжи из песка с пологим входом в море. Огромное количество отелей. Прекрасно подойдет для семей с детьми. Расположен близко к пирамидам и другим основным достопримечательностям. А также спокойный отдых. Минусы. Нет кораллов у берега, сильные ветра, зимой холодно. Плюсы и минусы Шар-Мель-Шейха. Плюсы. Бесплатный синаевский штамп. Очень красивые кораллы и рыбки прямо у берега. Более молодой курорт с большим количеством развлечений. Зимой в Шар-Мель-Шейхе теплее, чем в Хургаде. Практически нет ветра. Минусы. В море часто можно войти лишь с понтона. Наличие острых кораллов и морских жителей у берега заставляет купаться в специальных тапочках. Находится далеко от пирамид Люксора Александрии. Для детей не так много развлечений. А куда бы вы поехали? Или где уже отдыхали? Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать.